Билеты на концерт экс-фронтмена популярного коллектива Агата Кристи в Орле самые преданные поклонники начали раскупать еще за несколько месяцев. Это неудивительно, ведь спустя шесть лет после распада культовой ру-группы 90-х любимые песни вновь исполнялись вживую. Вновь забили капитала на валеных кораблях, потерялись вновь под вами, и помнят, где их сын. На этот раз Вадим Самойлов представил программу Агата Кристи «Все хиты». На концерте собралось сразу несколько поколений, воспитанных на нестареющих композициях. Они братья Самойлова были в свое время. Мы сестры Холоповы, и мы выросли на этих братьях Самойловых. Когда я узнала, что пусть даже Вадим Самойлов и один приезжает уже не в том составе, но просто ноги сами сюда вынесли, если честно, очень хочется вспомнить свое время. Это студенческие наши времена, поэтому не могли не прийти просто сюда. Мои любимые песни – это «Ковер, вертолет», «Сказочная тайга». Пришедшие не сдерживали эмоций. Вряд ли в этом сале можно найти человека, который не знал бы слов из известного хита Агаты Кристи «На тебе, как на войне». Сегодня под эту и другие песни в исполнении Вадима Самойлова поет весь зал. Зрители смогли услышать более 30 хитов, исполненных в хронологическом порядке. Встречали композиции бурно. Зрелищности действу придала мультипликативная арт-постановка культового латвийского режиссера Виктора Вилкса. На огромном экране можно было увидеть не только уникальные кадры и видеоклипы, но и прямую трансляцию концерта. В целом выступление, длившееся более двух часов, пролетело на одном дыхании. По словам самого Вадима Самойлова, впереди его ждет продолжение гастрольного тура и воплощение новых творческих идей. «Сейчас я заканчиваю этот год вот с таким туром. Вадим Соболов, Агата Кристи, все хиты. Но, конечно, уже есть и новые песни, и я сейчас буду готовить уже расширенную программу. Ну, я про себя условно так и пока никак даже не называю. Агата Кристи плюс. То есть понятно, что композиции Агаты Кристи останутся в репертуаре, они любимые, они нужные. Может быть, их не будет уже 30, а будет там поменьше. Но, конечно, это будут самые золотые хиты. И к ним я, естественно, добавлю какие-то новые песни, может быть, какие-то забытые порой из собственной памяти». С новой программой рок-певец пообещал приехать и в «Орел». Екатерина Соленкова, Павел Джумабаев, Олег Фомин. Телеканал «Первый областной».